Успевает разгрузиться машина с курами, как следом въезжает грузовой автомобиль с дополнительными продуктами. Специалисты социального отдела быстро расфасовывают товар в пакеты в ожидании приглашенных семей. Сегодня мы привезли 70 курей, которые мы сейчас полностью всем коллективам администрации города Молгобека раскладываем и будем раздавать. В составе списки нуждающихся семей глава муниципального образования поручил организовать акцию для оказания им помощи в предпраздничные дни. А продовольственные товары предоставили бизнесмены города Молгобек. С привлечением вне бюджетных средств, которые сами бизнесмены изъявили желаниями, которые попросили даже, чтобы они остались неизвестными, закупили около 70 комплектов сахара, муки, масла, куры. Делаем охват на 70 семей. Специалист мэрии называет фамилии и раздает пакеты с необходимым набором продуктов. Асид Мамилова уже решила, что приготовит на сегодняшний ифтар. Но не все нуждающиеся смогли прийти во двор администрации за подарками. Хава – вдова с двумя детьми. Сын инвалид, а дочь зарабатывает торгуя на рынке продуктами. К ней сотрудники мэрии отправились на дом. Прощальные объятия и слова благодарности. Оставив частицу тепла в этом доме, сотрудники мэрии отправились к остальным семьям. А завтра вручат материальную помощь в размере 5000 рублей семьям сотрудников, погибших при исполнении. Не забыли о житиях города воинской славы и сотрудники госинспекции по надзору за техническим состоянием машин и других видов техники. А одна из самых масштабных продуктовых акций прошла в Сумовском районе. Главы администрации сельских поселений района за раз могли охватить 100 семей. А это более 300 человек. Помимо мяса раздают и продукты первой необходимости – муку, сахар и масло. Именно эта акция направлена на средства. Здесь мы сами, работники администрации, подбедуемся, таким образом чисто добровольно на пожертвование. У нас собралось где-то 280 тысяч рублей под конец. Вот на это мы решили сегодня охватить. Это разовая акция, где-то за 100 у нас здесь получается, где-то килограммов 450-500 мяса, масло подсолнечное. Продуктовые наборы в Сунже раздают как малоимущим семьям, так и семьям погибших сотрудников. Организаторы акции посетили дом Пятимат Харсиевой, матери сотрудника погибшего при исполнении. Такой визит бабушку обрадовал. Для нее важно внимание, оказываемое государством. Конечно, охватить каждую нуждающуюся семью не удастся, но большой шаг к этому уже сделан. Марафон добрых дел подхватили и представители Ингушского отделения Почты России. Они, в свою очередь, порадовали гостинцами людей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей. К угощениям прилагается и финансовая помощь. 10 тысяч рублей для многодетной семьи Ажиговых – ощутимая поддержка. Сотрудники почты охватили семьи из Нового Реданта и Кантышева. Больше всех таким гостям и предстоящему празднику радуются дети. Это моя самая любимая шоколадка. Я ее обожаю. Спасибо, что пришли. В священный месяц благотворительные акции в нашей республике проводят с завидной регулярностью. Активную роль в этом направлении играют волонтеры, но в этом году не остаются в стороне и сотрудники госучреждений. Сегодня, в этот священный месяц Рамадан, у нас выпала такая возможность, ну, наверное, такая возможность есть и круглый год, оказать помощь малоимущим семьям. В данный момент мы сейчас находимся в селении Кантышево у семьи Арчаковых, где проживает четверо детей, мать, к сожалению, супруга нет. И вот этой семье мы хотели бы сегодня оказать помощь. А от Министерства труда, занятости и социального развития Ингушетии только за первые недели поста помощь получили полторы тысячи семей по Назрановскому району, и все это на внебюджетные средства. Положение моё. Благодаря. Инвалид высылыш, он уже причуды, парализованы, уже, егесы, медицинские колледжи, деша, аж, сымпенциях, да, аж, хар, помогает. Продукты, конечно же, еш, хамаж, мейш, продукты, с половиной раздели, туаз, на лекарства, еген, яка, туду, чаш, тези, дайлах, дайл, 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 дайл. С начала месяца Рамадан мы раздаём продукты питания и материальную помощь малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, проживающих в различных районах республики. Эти семьи, которые особо нуждаются в поддержке старики, дети, инвалиды, многодетные семьи. Также хотелось бы отметить, что ранее продуктовую помощь от Министерства труда с начала месяца получили 1500 семей. В самом большом сельском поселении Икажево тоже раздают продуктовые наборы. Эту территорию на себя взяли сотрудники администрации Икажево вместе с представителями из Минимущества. Сегодняшняя акция у нас благотворительное оказание помощи малоимущим семьям, детям, инвалидам, в чьих семьях находятся. Также сегодня исполняется 22-го числа, с 21-го до 22-го числа было нападение бандитами на нашу республику. И будем посещать семьи погибших при исполнении служебных обязанностей. В преддверии наступления праздника Италь-Фитер Минамущество Минушетии принимает участие в оказании помощи семьям нуждающихся. Нами формированы потребительские корзины, в которых вошли продукты первой необходимости. Здесь также выбирали тех, кто больше остальных нуждается в поддержке. Все эти мероприятия в священный месяц проводятся по указанию главы региона Юнусбека Евкурова, который поручил всем министерствам и ведомствам раздать продукты питания малоимущим семьям республики и оказать им материальную помощь. Ева Ужахова, Адам Далаков, Новости 24.